Продолжение следует... Продолжение следует... Это невероятное ощущение того, что ты можешь даже не видеть этих крошечных элементов. Они могут быть меньше любого твоего инструмента, но при этом они могут выполнять все твои задачи, которые они могут осуществить. Потенциалы безграничны сам по себе. Я еще с детства увлекаюсь радиоэлектроникой. Это для меня было все время интересно. Этот колледж мне открыл больше путей для изучения радиоэлектроники. Были ли какие-то запоминающиеся моменты при изучении радиоэлектроники? Было. Когда ходил первый субъективод, я его просто выкнул. И тогда я понял, что мое время настало. На парах было весело. То есть это не только постоянно зубрежка писать, 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 но и практика. То есть мне обычно запоминается практика. Носков очень хорошо практику преподает. Все время поможет, объяснит. Этому конкурсу уже много лет. И существует он благодаря энтузиазму педагога Уфимского колледжа радиоэлектроники отличника образования Республики Башкортостан Носкова Владимира Витальевича. Кто из педагогов помогает вам? Носков, он очень хороший преподаватель. В меру добрый, в меру злой. Всегда поможет. Мне помогает Владимир Витальевич. Он, я бы сказал, ветеран даже радиоэлектроники. Он радиолюбитель. Я думаю, ну, это заслуженный человек в своей деятельности. И он много даже знает из современных технологий. Даже если ты принесешь ему любую советскую технику, он может назвать, что это. Давно ли вы сотрудничаете с Владимиром Витальевичем? С момента, когда я поступила работать, это 4 года. То есть мы вместе работаем с Владимиром Витальевичем. А характеризуйте его педагогическую деятельность? Владимир Витальевич всегда будет ли мне наставником? То есть не только наставник он для студентов, но и наставник для наших так называемых младших коллег. То есть бывают какие-то ситуации, когда приходится посоветоваться, спросить какой-то совет или методические какие-то аспекты. А то Владимир Витальевич всегда придет на помощь. Давно ли вы сотрудничаете с Владимиром Витальевичем? Ну, я с ним не сотрудничаю, я с ним дружу с детства. Где-то, наверное, с годов, в конце 70-х, вот по сегодняшний день. То есть мы дружим с ним с детства. Я его очень давно знаю. Знаю как грамотного, не только грамотного, он человек такой, душа. Он все знает. Он разбирается во всем, практически во всем. А характеризуйте его педагогическую деятельность? Педагогическую деятельность? Ну, я знаю его очень-очень давно, как я уже сказал. Он в начале нашего знакомства руководил секцией радиоспорта во дворце пионеров. Я к нему даже ходил в кружок, тренировался. А как Вы считаете, у него есть какие-то особенности в работе со студентами или какой-то подход? У него всегда индивидуальный подход к каждому студенту. То есть в зависимости от уровня знаний, от взаимоотношений, всегда будет происходить, так скажем, свой метод обучения. Всегда индивидуальный подход он применяет. Он требовательный. За счет своей требовательности он подготовил очень большое количество именно спортсменов. Таких вот настоящих боевых друзей, что ли, которые там зубами оторвут победу, скажем так. Расскажите о своей педагогической биографии. Ну, моя педагогическая биография начинается где-то с 81-го года. Особенность... Вот почему я вообще к педагогику пришел? Надо начинать немножко раньше. Дело в том, что с класса где-то 8-го у меня появился интерес к радио, к электронике. Вот. Это просто были какие-то такие вещи банальные, там, приемники, усилители. Но где-то перед армией у меня появился интерес к коротким волнам. Это радиоспорт. То есть радиосвязь на коротких волнах. Ну, по воле случая я служил в частях это радиоперехват, радиоперехват, радиоразвязка. Там, ну, электроника присутствовала в очень большой такой степени. Вот. Это было очень интересно. Вот. И как-то вот мое желание связать себя с короткими волнами ну, ну, он стал более такой осязаемый, да. Значит, после армии я получил первый позывной вот, радиолюбительский. В это же время предложили работать в Доме пионеров. То есть мне было 20 с небольшим лет и я работал в Доме пионеров Калининского района. Сейчас он называется Илдаш. Занимался радиоспортом. Вот этот процесс радиоспорта. Он связан с радио, с радиолюбительством. Ну, до сих пор продолжается. Вот. И сейчас я тоже занимаюсь и работаю и на станциях техников, и в колледже. Вот. То есть стаж, если посмотреть мой педагогический, то он уже больше 40 лет. Что мне вообще нравится в радиоспорте, когда я вижу большое количество ребят и девушек, которые занимаются тем, чем я занимаюсь, мне как-то это хорошо. Вот. Приятно. Я вижу смысл в том, что я делаю. Вот. Сейчас я, конечно, в Доме пионеров уже давно не работаю. Я работаю преподавателем в колледже радиоэлектроники. Но, тем не менее, и радио, то, что я делаю, это интересно. Вот. Но это уже на профессиональном уровне. Если радиоэлектроники было по увлечению человека, то здесь какие-то такие формы уже осознанные. Человек получает специальность. Вот. Что еще хочу сказать. Я думаю, что то, что со мной произошло, я пришел в радио и занимался педагогической, занимаюсь в педагогической деятельности, это вполне закономерно, и так должно было быть. То, что это я вижу и делаю, для меня имеет, по крайней мере, большой смысл. Можете ли Вы вспомнить какую-то интересную историю из Вашей педагогической деятельности? На одном из занятий по радиомонтажу, по пайке, в группе присутствуют там не только у нас ребята, но и девушки, один молодой человек случайно прожег себе пиджачок паяльником. Не углядел. Вот. И попросил девушку ну, помочь ему заштопать. Она, конечно, пошла на встречу, после этого у них образовалась семья. Они женились и живут долго и счастливо. Вот такая, такой случай из пайки. Спасибо большое. Всего доброго и 73. Это его радиолюбители самые наилучшие пожелания. Среди радиолюбителей и профессионалов имя Носков Владимир Витальевич очень широко известно. Так как многие в Республике Башкортостан являются его учениками. Этот конкурс посвящен году педагога и наставника. Пожелаем Владимиру Витальевичу крепкого здоровья и успехов его наставнической деятельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова